Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного пособного хозяйства. Посмотрите, какой огромный урожай я получил в этом году. Некоторые плоды тыквы весят более 50 килограмм. Многие спрашивают, зачем мне столько тыквы и что с ней делать? Ответ прост. Я делюсь урожаем с соседями, родственниками, друзьями. И сегодня расскажу вам, насколько это недооцененный и полезный овощ. С давних времен человек употреблял тыкву в пищу. Индейцы в Перу выращивали тыкву более 5000 лет назад. Это один из старейших оккультуренных овощей на планете. Из Южной Америки тыква попала в Европу и быстро заняла важное место в кулинарии и медицине. Чем же полезен этот целебный овощ? Тыква – это кладезь витаминов, которые находятся не только в плодах, но и листьях, цветах и семенах. В плодах тыквы в 5 раз больше каротина, чем в моркови. Каротин в организме преобразуется в витамин А, который полезен для зрения, является мощным антиоксидантом. В тыкве содержатся витамины С, Е, К, Т, витамины группы В. В семенах тыквы содержится множество микроэлементов, особенно цинка, который пагубно влияет на раковые клетки. Регулярное употребление тыквенных семечек в несколько раз снижает риск возникновения онкологических заболеваний. Полезная мякоть тыквы, содержащаяся в ней провитамин А, способствует предотвращению рака легких. Американские ученые установили, что действие никотинопроизводного канцерогена, содержащегося в сигаретах, нейтрализуется небольшими дозами провитамина А. Высокое содержание калия и магния в мякоти тыквы снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и укрепляет стенки сосудов, что крайне полезно для людей, страдающих астеросклерозом и повышенным давлением. Употребление семечек предотвращает ишемическую болезнь сердца. Тыква содержит много элементов, благотворно влияющих на кровеносный процесс. Это фосфор, железо, медь. Достаточное количество этих веществ является залогом хорошего метаболизма, что способствует обмену веществ и хорошему самочувствию. Из-за низкой калорийности тыква считается идеальным диетическим продуктом, ведь в ней нет крахмала, холестерина, мало сахаров, зато много клетчатки. 100 грамм мякоти – всего 22 килокалории. Тыква помогает ускорить процесс усвоения пищи и нормализовать метаболизм. Благодаря этому из организма выводятся шлаки и токсины, снижается лишний вес. Употребление тыквы положительно сказывается на мужском здоровье. Продукт эффективно справляется со многими мужскими нарушениями. Свежевыжатый сок повышает мужскую силу, активизирует выработку гормонов, предотвращает развитие простатита и диномопростаты. Особо полезны тыквенные семечки, в которых содержатся цинк, витамины В и С, а еще тыква является природным афродизиаком. Полезна тыква и для женского здоровья. Употребление тыквы помогает при гинекологических заболеваниях, бесплодии. Благодаря высокому содержанию микроэлементов тыква полезна для беременных. Она поможет предотвратить анемию и токсикоз. В тонкой пленке оболочки тыквенного семени содержится аминокислота кукурбитин, который обладает антигельминтными свойствами, что давно известно в народной медицине. Благодаря редким побочным эффектам отвары давали маленьким детям. Также тыква обладает послабляющим, противовоспалительным и желчегонным действием, поэтому потребление в пищу свежей мякоти и сока полезно при запорах и застойных явлениях. При данном заболевании лучше проконсультироваться с врачом, можно ли употреблять тыкву. Даже полезный продукт может нанести вред, поэтому следует учитывать возможные противопоказания. Употребление сырой тыквы противопоказано людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, тем, кто имеет камни в желудочном пузыре и почках. Ведь тыква обладает желчегонным действием и может спровоцировать движение камней. Сырый овощ сложнее переварить, поэтому лучше не давать детям и пожилым людям. Хоть в тыкве и немного сахара, но диабетикам не стоит слишком увлекаться тыквой. Это может спровоцировать повышение сахара в крови. Частое употребление тыквы может вызвать сдутие живота, послабление стула. Нужно употреблять овощ в меру. Неумеренное потребление может привести к каротиновой желтухе. Каротин вызывает пожелтение кожи. Изредка может быть аллергия или индивидуальная неперемотимость. Из плодов тыквы готовят множество блюд. Это и супы, пироги, оладьи, соленья и даже варенье. Употребляют в пищу цветы и молодые листья, побеги. Готовят из них салаты и супы. Каждый может найти применение на кухне этому овощу. Надеюсь, данная информация будет для вас полезной. И каждый по достоинству оценит красавицу тыкву. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Хороших урожаев и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова